Всем привет! Скоро Новый год и нам с мужем пришлось опять идти в большой магазин гипер-маркет-окей, чтобы подкупить недостающие продукты для новогоднего стола. Давайте посмотрим, что я приобрела. Но первое, что вы можете перед собой видеть, это, конечно же, крупы. Крупы я достаточно часто покупаю в большом количестве. Они идут как для того, чтобы питалась моя семья, так и на каши для моих собак. Собаки мои питаются домашней едой, я не кормлю их никакими специальными собачьими кормами. Что я купила? Рис, как обычно, круглозерные две пачки, длиннозерные две пачки. Их цена, разумеется, разная. На ценнике в магазине она была какая-то странная, совсем не такая, какую мне в итоге пробили на кассе. На кассе мне все четыре эти пачки пробили как круглозерный рис по цене в 31 рубль. Не знаю, дорого это или дешево, но, судя по ценнику, который изначально был на этот рис, мне он обошелся весьма недорого. Так он где-то в районе 40, что ли, 47 рублей. Я не знала, по какой цене мне его пробивают, так что была приятно, конечно же, удивлена. Гречневая крупа продел. Это не ядрица, это более простой продукт. В ней, конечно, меньше микроэлементов, но я использую ее для того, чтобы варить собакам кашу. Им очень нравится. Стоит она в районе 30 рублей. Крупа ячневая. Покупаю ее достаточно часто. Точно так же для собачьих каши. Цена ее еще меньше 17 рублей. Мне эти крупы нравятся, из них получаются хорошие разнообразные кашки. Ну, разумеется, каши я варю не всегда на воде, зачастую на мясном бульоне. Я своих собак стараюсь более-менее так адекватно кормить. Они у меня едят и овощи, и фрукты. Но основной рацион это вот мясные каши. Также я приобрела фасоль белую. Хотела взять белую и красную, но красной там не было. Белая фасоль эта стоит довольно дорого, 67 рублей. Но она, когда вы ее замачиваете, очень сильно увеличивается в размерах. Так что такой небольшой пачки хватает на несколько раз. Я фасоль замачиваю, потом я ее отвариваю, и потом уже тушу. Либо с красной фасолью, с тручковой фасолью, либо с какими-то другими овощами. Могу потушить с мясом, могу потушить без мяса, просто как гарнир для сосисок, для курицы, для чего угодно. Очень люблю готовить эту фасоль. Получается вкусно, сытно. И если разобраться, то не очень-то и дорого. Также я приобрела вот такой интересный продукт. Пшеничные отруби. По 150 грамм каждая упаковка. Эти отруби очень-очень полезны. Я их сама ем и добавляю в кашу своим собакам. Для чего они нужны? Они обладают способностью подавлять аппетит, улучшают обмен веществ. Их употребление рекомендовано людям, страдающим избыточной массой тела и ожирением. Большое содержание пищевых волокон оказывает благоприятное воздействие на работу кишечника, улучшает его микрофлору, обмен веществ и иммунитет в целом. Так что здесь снижается уровень холестерина в крови и сахаропонижающие действия оказываются. Очень полезный продукт и стоит каждая пачка всего лишь 14 рублей. Для человека в день таких отрубей нужно употреблять порядка 5-6 ложек. Но я просто добавляю в кашу 2 чайные ложки. Мне кажется, этого вполне достаточно. Собакам точно так же добавляю в кашки. Надеюсь, что это полезно. Ну, я где-то читала, что для собак точно полезно. Для себя кашки купила. Я сразу две упаковки. Это овсяные хлопья с курагой. Их я покупаю регулярно. Регулярно вам показываю. Говорю, что мне очень нравится эта каша. Я ее просто запариваю кипятком, добавляю туда отруби, добавляю туда льняную кашу. Получается вкусный, полезный, сытный завтрак. Здесь нет сахара, только хлопья и фрукты. Очень вкусная, приятная каша. Стоит 67 рублей. Ее можно также варить, но каждый выбирает свой способ приготовления. Мне нравится просто кипятком заваривать. Так, что еще? Курица. Мы покупали курицу. Вот такие вот грудки цыпля... Цыпленка. Стоят они достаточно дорого. На них не было никакой акции. Это птицефабрика Северная. Здесь порядка полукилограмм, да, 552 грамма. Мне эти грудки обошлись в 145, по-моему, рублей. Эти грудки пойдут у меня на салат оливье. Оливье в этом году у меня будет без колбасы, а будет с вареной, с отварной куриной грудкой. Кажется, это такой салат называется столичный или что-то в этом роде. Грудки здесь две. Они достаточно такие большие. Не знаю, обе они пойдут на салат или я ограничусь одной, но в любом случае не пропадет. Курицу я люблю, часто ее ем, мне она нравится. Также я приобрела бедро цыпленка охлажденное в такой упаковочке. Цена была по акции всего лишь 100 рублей. И обошлось мне вот это количество 827 грамм в 80, по-моему, рублей 82 или что-то такое. Замариную, потом запеку в духовке. Впереди 10, ну, еще несколько рабочих дней, а потом 10 дней праздников. Конечно же, никакими полуфабрикатами каждый день питаться не хочется. Хочется что-то приготовить, но при этом не хочется долго возиться. Так что я очень люблю такие вещи. Просто маринуется, просто и быстро готовится, и получается всегда очень-очень вкусно. Особенно, когда используются какие-то интересные, приятные приправы. Так что вот такая вот у меня куриная закупка из околомясных продуктов. Это вот такая колбаса. Я не знаю, доживет она до Нового года или нет. Это пит-продукт Сервилат Гост. Я уже не первый раз покупаю эту колбасу. Она мне нравится. Стоимость по акции была 154 рубля. Она довольно приятная на вкус. Плюс, может, буду с ней завтракать, может, вечером с чайком. А может, она действительно долежит до Нового года. Я пока что не знаю. Ну, посмотрим. Новогодний стол у меня будет достаточно скромный. Если она до него не долежит, так и не страшно. Сосиски. Положу, заморожу в морозилку. Как раз, может быть, когда курица закончится, будем есть эти сосиски. Баварский с сыром, пит-продуктовские. Стоили они 100 рублей за упаковку в 330. с чем-то, 30-36 грамм. Они неплохие. Они вполне съедобные. Когда есть какая-то акция, я их покупаю. Без акции, наверное, все-таки не стало. Больше всего я люблю сливочные и молочные гост-пит-продуктовские сосиски. Но эти муж съест, почему бы и нет. Можно на работу, очень удобно брать именно сосиски. Быстренько дома отварил. И не надо заморачиваться. Буду я делать салат оливье. С этой целью я приобрела, конечно же, крабовые палочки. Крабовые палочки. В этот раз я взяла Русское море. Пару месяцев назад, на день рождения мужа, я готовила крабовый салат. И рассказывала вам в покупках про эти палочки и про другие палочки. Вот те, которые вторые. Моримар или как-то так. Что-то такое. В общем, они были невкусные. Вот эти, вот Русское море, мне понравились. Я взяла, как вы видите, просто огромное количество этих крабовых палочек. Две пачки по 200 грамм. И упаковку крабового мяса. Чем мне они понравились? Они очень сочные. Они сладенькие, они приятные. Понятное дело, что никакого краба там нет. Это имитация. Но они действительно вкусные для салата. И для того, чтобы просто пожевать этих палочек. А я их действительно пока готовлю салат. Могу съесть несколько штук. Вот с этой целью я приобрела такое количество. Стоили они 60 рублей за упаковку по акции. Это достаточно дешево, потому что в прошлый раз я их покупала рублей, по-моему, по 80. А что еще? Сыр. Сыра в этот раз я взяла два куска. Сыр разный, голландский и российский. Они оба шли по акции. Стоили они дешевле. Этот на 91 рубль. Вышел этот на 102, по-моему. Я буду делать мясо по-французски. Мясо мы уже купили, но не в магазине. Мы его покупали на рынке. Свинину карбонат. Неплохой такой кусочек килограмма на два. А я это мясо порежу. Отобью своим тендерайзером. Сверху положу помидорки. Кстати, помидорки в этот раз я не купила. Были просто дичайшие цены на помидоры. Самые дешевые стоили 160 рублей. Но выглядели они так, как будто завтра уже умрут. Я подумала, что 4 дня они никак не пролежат у меня в холодильнике. Они просто заплесневеют. И, в общем, ничего хорошего из этого не будет. Так что помидоры мы будем покупать, наверное, в среду. Там надо буквально 3-4 штучки небольших помидорок, чтобы положить на мясо. Сверху можно положить грибочки. Можно грибочки не класть. Кто-то ест лук, тот положит лук. Потом все это покрывается тонким слоем майонеза. Извините, пожалуйста, те, кто майонез не ест, но другого способа приготовить мясо по-французски я не знаю. Сверху посыпается тертый сыр. Тертый сыр какой-то из них вот пойдет. Либо российский, он достаточно твердый, хорошо трется. Либо голландский, он тоже довольно неплохой. Ну, посмотрим уже ближе к делу. Сыр не пропадет. Можно бутербродики с ним на завтрак кушать. Можно собачкам в кашу чуть-чуть-чуть-чуть потереть, чтобы они эту кашу ели с большим энтузиазмом. А так, раз уж заговорила я о майонезе. Купила я вот такую огромную упаковку майонеза Слобода на перепелиных яйцах. Мне очень он понравился. Он такой вкусный, такой приятный. Так что взяла такую огромную банку, уточни пачку. Здесь 762 грамма. Стоил он 109 рублей по акции. Ну, все равно, конечно, дороговато. Но он вкусный. Он пойдет как на салат, так и на мясо. Также из такого рода продуктов муж купил себе кефир. Что-то ему захотелось попить кефира. Это пескаревский кефир. Делается в Петербурге. Всегда выглядит упаковка так, как будто этот кефир там уже умер. Как вы видите, она такая вся вздута. Но нет, кефир свежий. Его срок хранения всего лишь неделя. Так что купили и сразу нужно его пить. Но он хороший, он вкусный и достаточно низкокалорийный. Всего лишь 1%. Молоко еще мы приобрели. Отборный веселый молочник. Можно было купить дешевле. Но я подумала, что, в общем-то, экономить на молоке. Не так часто мы его и приобретаем. 52 рубля за объем. Здесь 900, что ли, или сколько-то миллилитров. Хорошее молоко. 3,5% жирности. Муж обещал напечь блинов. Ну, вот, либо сегодня напечет, либо завтра. Что еще? Кетчуп. Кетчуп. Как обычно, острый, жгучий, мексиканский. Мы, кстати, сделали самодельный кетчуп с перцем. Острым перцем чили и краснодарским соусом, который покупали в прошлый раз. Соус оказался не очень хороший, но сама идея просто потрясающая. Перец настолько острый, что за 2 дня этот соус пропитывается вот этой остротой и становится просто вырвиглаз. Мужу очень понравилось. Но такой соус мы покупать больше не будем. Будем делать, наверное, свой на основе томатной пасты. Но перчик, конечно, да. Теперь это одна из возможностей получить действительно острый кетчуп. Но, тем не менее, муж покупает иногда вот такой кальвы. Этот кетчуп острый. На самом деле острый. Что еще? Так, к картошке, к отварной. Муж приобрел себе морскую капусту. Я больше люблю морскую капусту океевского производства в таких пластмассовых банках. Стоит она очень недорого, но мне она нравится больше. Эта капуста тоже вкусная, но не такая интересная. Как мне кажется, стоила она 38,50 за 250 грамм. Для себя, ну и не только, конечно же, для себя, я купила вот такую огромную упаковку. Просто огромнюю упаковку морковки по-корейски. Поняла, что, да, к Новому году я уже не успеваю сделать свою морковку. Делать я ее тогда уже и не буду. Когда-нибудь в следующий раз. Очень много всего. И уборка, и готовка, и дел по горло. И никакой морковки мне уже не хочется. Так что я предпочла ее приобрести. Тем более, на нее была акция. Она стоила всего лишь 10 рублей за 100 грамм. Получается, обошлась она где-то в 55 рублей за вот такую огромную упаковку в полкило. Очень люблю, особенно на второй день, когда она настоится. Она такая остренькая, такая приятненькая. Просто обожаю. Так, что еще я купила? Консервы. На крабовый салат я уже покупала кукурузу в Ленте в прошлый раз. Но решила приобрести еще раз здесь. Тем более, была акция в Окея. 56, что ли, или 59 рублей за банку. Бондюэль хорошая фирма. Кукуруза на самом деле вкусная. Иногда мой муж просто может открыть банку кукурузы и спокойно ложкой ее сидеть есть. Так что банка эта не пропадет. А также я взяла две баночки горбуши. На суп она у меня идет. Очень люблю суп из горбуши. Всегда хороший результат у меня получается. Самый, самый простецкий суп, какой только я умею готовить. Горбуша эта стоит 90 рублей. Это фирма Акватория. По-моему, крайний раз я как раз готовила из этой горбуши. Она неплохая. Но я могу, конечно, путать. Хотя плохой горбуши я, честно говоря, еще не встречала в Океи. По крайней мере, она вся довольно приличная. Там большой кусок, там никакие не ошметки от взорванной рыбы. Нет, там большой, хороший кусок горбуши. Заморозка овощная. По акции за 60 рублей купила я вот такую тыкву нарезанную. Здесь 400 грамм. Марка 4 сезона. Такую тыкву я просто тушу с овощами. Знаю, что можно варить на основе тыквы каши. Можно делать даже какие-то вкусняшки с тыквой. Но для этого тыква должна быть большая такая резаная, да, свежая. А эта замороженная, она в основном у меня идет как раз на тушеные овощи. Также я приобрела по акции зеленые гороши. Просто так, потому что он стоил 40 рублей за 400 грамм. Я подумала, почему бы и не быть у меня зеленому горошку. Его точно так же можно добавлять в каши, добавлять в тушеные овощи. Не пропадет. Я очень люблю заморозку, особенно когда на нее какая-то акция. Горошек раньше я ни разу не брала. Ну и последнее, что я купила из заморозки, это шампиньоны резаные. Это фирма Морозко Грин. Эти шампиньоны, как я полагала, будут идти по акции за 70 рублей. Но на кассе, в чеке, я увидела, что мне их пробили по 109 рублей. Это, конечно, дорого. Видимо, там все раскупили. Да и вообще надо смотреть внимательнее, что берешь. Есть же специальные, да, там пипикалки такие, где можно проверить цену. Почему я этого не сделала, не знаю. Ну да ладно. В конце концов, эти шампиньоны пойдут у меня на мясо по-французски. Хочется верить, что за такие деньги они хорошие, вкусные. И действительно такие крупные, красивые, как нарисованы на упаковке. Ну, 109 рублей, что же. Иногда приходится переплачивать. Так, что еще у меня здесь есть? Фрукты, овощи. Картошка. Вот такая картошка. Картофель, ой, прошу прощения. Картофель мытый. Он россыпью там лежал. Его нужно было набирать самому. Стоил он 30 рублей за килограмм. Можно было купить уже фасованный картофель, но он был грязный и стоил на 5 рублей дешевле. Муж решил, что можно переплатить, но зато самому набрать и видеть, какая, в общем-то, картошка будет потом попадать в нашу еду. Картошки мы купили много, потому что она пойдет на салат оливье, она пойдет как гарнир к мясу по-французски и опять-таки на супы. Ну, сами понимаете, картошка это универсальный продукт. Здесь 1,226 кг и также большая упаковка на 2,5 кг уже лежит на кухне, уже почищенная, уже скоро будет вариться. Мандарины. Ну, конечно же, какой Новый год без мандаринов, но я полагаю, что они до Нового года не доживут и придется покупать их заново. Очень я люблю мандарины, очень они вкусненькие, сладенькие. Это израильские, они были, по-моему, по 100 рублей. Такая упаковка здесь 1,5 кг обошлась в 150, ну да, где-то в среднем в 150 рублей. Симпатичные такие мандариночки, такие крепенькие, но очень дорогие. В прошлый раз мы покупали за 50 рублей килограмм. Здесь все подорожало, ну, понятное дело, к Новому году все-все-все будут покупать мандарины, никто без них не останется. Что еще? Соки. Соки. Хорошая была акция на соки J7, 38 рублей. Я взяла себе вот такой интересный мультифрукт с мякотью. Здесь такой интересный состав, здесь есть апельсиновый сок. Где тут состав-то? Так, яблочное пюре, ананасовый сок, яблочный сок, апельсиновый сок, пюре манго, лимонный сок, банановое пюре, абрикосовое пюре, сок из маракуйи и сахар. Я люблю сладенькие соки, предпочитаю больше апельсиновый, но в этот раз решила апельсиновый не брать, а взять именно мультифрукт. Муж для себя приобрел томатный сок, он его редко покупает, потому что я не пью томатный сок. Ну, вот тоже вопрос, я не пью, но ты-то пьешь, ну, бери, если тебе надо, в конце концов. Я ничего не имею против, пускай будет. Я действительно не люблю томатный сок, но почему бы другой человек его не пил. Шампанское мы купили, одну бутылочку. Шампанское стоило 200 рублей за бутылку, и это Лев Голицын. Шампанское полусладкое делается в Санкт-Петербурге на фабрике искристые вина. На моей свадьбе было такое шампанское, оно было вкусное, оно было действительно искристое, мне оно понравилось, и я решила, что на этот Новый год куплю такое же, какое было у меня несколько лет назад. Одна бутылочка, потому что у нас есть большая коробка вина, а шампанское это, скажем, такой просто символ проводить Новый год, точнее проводить Старый год, встретить Новый год. И такая бутылочка, ну, на двоих вполне нормально будет, чтобы сильно не опьянеть, и в то же время, чтобы было весело. Что еще? Хлебобулочные изделия. Хлеб шуничный, 45 рублей, это хлебный дом, совершенно обычный хлеб, ничего особенного, но муж часто покупает такой, ну, вообще покупает, какой ему, видимо, на глаза попадется. Также он приобрел себе от Акеевской пекарни хлеб белый, как и в прошлый раз, 21,90 этот хлеб стоит. Хлеб с воздухом, вы его отрезаете, он тут же приминается, становится такой плоский, потом опять, конечно же, он выпрямляется, но там очень-очень много внутри воздуха. Хороший вкусный хлеб, но я белый хлеб, именно хлеб белый я не ем. Я предпочитаю с супами, со вторым есть обычный черный хлеб, а бутерброды я делаю всегда с батоном. И, конечно же, как обычно, мой самый любимый батон, наше солнышко. Вот такую половинку приобрела, буду завтракать с колбасой и вот с этим батончиком. 30 рублей за эту половиночку я отдала. Также купила себе вкусняшку, попробовать вот такую булочку Техас, тоже пекарня ОК. Такая симпатичная булочка, она с корицей, из-за чего, собственно, я ее и приобрела. Я очень люблю все, что с корицей. А что еще? Из непродуктовых покупок у меня всего совсем чуть-чуть, никакой косметики в этот раз у меня нет. У меня есть бытовая вещь одна, это мешки для мусора. Мешки вот с такими веревочками, очень оказалось удобно. Да, их здесь мало, всего лишь 20 штук. Стоят эти мешки 56, по-моему, рублей. Они довольно объемные на 35 литров. Мешки такие нам понравились тем, что у них и ручки хорошие не рвутся, и дно тоже не рвется. Если что-то тяжелое в ведре лежит, ничего не порвется, ничего не протечет. Вот, хорошие мешочки. Ну, цену я уже назвала 56 рублей. Вторая вещь утилитарная, это лампочка. Такая простейшая энергосберегающая лампа. У меня в доме только такие лампы. Ну, я не имею в виду такую фирму, я имею в виду, что они все энергосберегающие. Есть одна даже светодиодная лампа, кажется так это называется, которая еще меньше потребляет, просто суперэкономичная. Что касается этой лампочки, цоколь у нее E27, она яркостью 75 ватт, белый свет 4000 кельвинов, кажется так это правильно называется. Яркая, хорошая, в прихожей у меня лампочка перегорела, нужно было заменить. Ну и последнее, что я вам покажу, это два полотенчика. Купила я их на подарок, как дополнение, точнее, к подарку на Новый год свекрови и жене брата-мужа. Я в эти полотенца буду заворачивать подарок, то есть они будут выступать в качестве оберточной бумаги, если можно так выразиться. Полотенца совершенно простые, кухонные, размер у них довольно большой, 50 на 70. Стоят они 70 рублей за штуку, и скажу честно, за такие деньги качество могло бы быть, конечно, получше. Придется тут немножечко помудрить, ой, да что ж у меня камера-то все уезжает. Придется немножко помудрить, поотрезать ниточки. Ну, в общем, вот такие полотенца, довольно-таки большие, с интересными такими принтами. Вот вы видите, да, торчит ниточка тут, торчит ниточка там. Ну, как оберточная бумага, я думаю, вполне будет это неплохо сделаны. Они, да, кстати, да, это Россия, славянский текстиль, и это 100% хлопок. Первое полотенце с подсолнухами, вот такое замечательное. И второе полотенце более яркое, абсолютно из той же оперы, с такими же торчащими нитками. Где у него тут начало-то? Ой, оно тоже с подсолнухами. Оно тоже с подсолнухами, но уже такое более темное, что ли, да. Тоже здесь такой натюрморт изображен. Симпатичное полотенце, надеюсь, они будут неплохо впитывать воду. Это ведь самое главное, да, чтобы полотенце впитывали влагу, а не просто так висели для красоты. Вот, вот такая вот у меня горка продуктов. Не забывайте, что есть еще картошка и мандарины, которые в кадр не влезают. И сумма всего того, что вы перед собой видите, порядка 3,5 тысяч рублей. Если бы не Новый год, то мне бы удалось немножечко сэкономить. Но крабовые палочки, отварное, точнее, куриное мясо, все это стоит денег. Но все равно хочется к празднику приобрести что-то вкусненькое, что-то интересненькое. Точнее, приготовить что-то вкусненькое, интересненькое. И для этого нужны продукты. И за них приходится платить. Ну, да ничего страшного. Надеюсь, в следующем году у нас у всех не будет проблем с финансами. И мы не будем смотреть на цены. Будем просто ходить в магазин и получать от этого удовольствие. Я вам очень этого на самом деле желаю. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok